Всех приветствую на канале Антон Ситников. В этом видео мы протестируем мотор 6374 от FlipSky мощностью 3,6 кВт и настроим его на тихоходную и дальноходную сборку до 10 км в час. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёху и погнали! Ну у тебя прям пипец быстро. Нет, мало, 10 км в час. Не понимать, я так со стороны смотрю. Так, ну что ж, дорогие друзья, всем большой привет! У нас сегодня 3 января, такая прекрасная солнечная погода. И сегодня мы будем тестировать нашу новую сборку тихоходную на моторе 6374 на 3,6 кВт. Ну а на 3,6 кВт я его запускать не буду, максимум на 1000 ватт, чтобы он работал при 10 км в час. Кстати, да, сап у меня начинает потихонечку умирать. Вот, давно не ездил, несколько месяцев открыл, он уже весь разваливается. Мало того, что здесь рымы отклеиваются, здесь везде уголки. Ещё, короче, мини-кели оторвались. Вот видите, места посадочные остались под них. Так, если кто-то вдруг хочет мне отправить новый сап, какой-то производитель сапов, обязательно пишите мне, и я с удовольствием возьму вас на тесты новый сап. И сегодня у нас на обзоре будет вот такой ящик от Kedian, всеми известный. Здесь у меня, правда, сейчас не наклеена верхняя штучка, чтобы сохранить её в товарном виде, потому что этот мотор уже будет продаваться своему клиенту. Разъём SP28, 50 Ампер, батарея 40 Ампер, часов 6С. Контроллер стоит Marker Base 65100 или 60100. Ссылочки в описании, кстати, на все комплектующие. Также приёмник и пульт от Kedian, так как это тихоходная сборка. Будет вот такой у нас пультец от Kedian. Это дешёвое решение, но не такое гибкое, не такое информативное. Но я поставил Bluetooth, чтобы можно было подключаться к веску по Bluetooth. И вот у нас сам наш электродвигатель. Вот такой у меня новый дизайн 6374. Сегодня попробуем трёхлопастной пропеллер и копию пропеллера SPS 625. Он как раз сюда подходит. Вот, крепление Slade In. Водянки нету, без водянки, думаю, нормально будет, потому что здесь крышка металлическая. И к ней прикручен контроллер. В данном случае это Slade In. И защёлочку. Оставляем на всё. Так, вот, давайте. Переворачиваем. Так, сейчас переоденусь и установлю ящик. Включаем фиток. У меня попала вода. Не допускайте, чтобы попадала вода. Иначе будете вкусняться. Закручиваем. Смотрим, сколько у нас тут запаса и как мы его можем расположить. Можно даже, наверное, вот так вот. Чтоб не в натяг это было. Ну, чтоб не болтался. Я приклеил рыбы. На всех сапах есть рыбы. Такая резинка. Это, друзья, фикс-прайс. Она дешёвая. Вот так вот. Потом сюда. В натяжечку делаем. Чтоб не соскочил. И, наверное, ещё разок даже. Так, последний карабинчиком застёгиваем вот сюда. И вот такая конструкция у нас получается. Ещё один нюанс. Магнитный у нас выключатель. Вот так вот и индикация загорается заряда. Пульт включён. Запускаем. УАЙ! На второй. Пошли. От берега немного отойдём. И начнём нашу настройку. И наш тест. Хочу настроить на 10 км в час. Мне кажется, что мы уже сейчас едем 10 км в час. Мотор у нас 3600 ватт. Но больше тысячи я настраивать его не буду. Годренько идём. Сегодняшний второй. Сейчас подальше отплоём. Волна меняет курс. Сейчас против волны тогда. Пойдём. Чтоб сильно в бог не подходить. Такая неприятная сегодня. Волна. Ветер. Плюс 12 градусов. Вода где тут есть. Пак захлёстывает. Неприятно. И видите, как волна меня разворачивает. Начинает. Так, всё, я думаю, достаточно. Отключил Виск Тул. Чтоб в онлайне смотреть, что происходит. Так. Сейчас нажимаем на газ. И смотрим, что у нас по мощности. Так. Дьюти-цикл 22%. Мощность что-то там 50 ватт. Так. Дьюти-цикл 47. 350 ватт. 800 ватт. Дьюти-цикл 70. И дадим полный газ. 1500 ватт. Дьюти-цикл 90. На максимум он уже начинает издавать какой-то звук. Я думаю, 700 это потолок, причём на 6С. Это у нас три лопасти. Ток 60 ампер. Ну вот, смотрите, 400 ватт. В принципе, идём. Неплохо. Сейчас будем измерять скорость. Так, 7. Против волны. Повернём. 8. Против волны. Что, добавим тогда-то? Следующую скорость. 10. 9. 10. В моменте 12 было. 11. Не греется, кстати. 29 градусов. Так, дуном мы максимум в моменте. Дофига. Конечно, он начинает уже гудеть. Ну, в моменте скорость посмотрим. Толку нету. Трёх баллов. Вселение ветра 15-20. Рискуем. Сейчас будем настраивать ограничения. Ток. Здесь определилось дофига, конечно, ампер, но потому что ещё и 6С. 60 ампер. Здесь вообще можно убрать. Ну, ладно. Так. Брайт. И смотрим, сколько будет максимум. Первая. Вторая. Третья. 400 ватт. Четвёртая. Так, друзья. Полный. Поднимается. Пора двигать. А вот так вот. А то попадём ещё в непогоду. Так, настроил. Сейчас 60 ампер. На 40 ампер. Дьюти 52. 400 ватт. Так, возвращаемся обратно, а то МЧС нам уже прислал о том, что вон. Рискуем. Сильно. Хватит прям. Так, пойдём, попробуем. Вэти 4. Вэти. 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 Хотя. шесть против провод некомфортно стало конечно вообще двигаю обратно 220 градусов температура 27 градусов контроллером, и нормально но за бортом тоже за бортом тоже мало, 12 всего попробуем в таком режиме в таком режиме десять километров, в час руки замерзли Прямо отворачивает, мероятно, вообще. Вот, в сторону начинается. Ну вот, 60 ампер, фазный топ, где-то максимум будет для этого магора. Не знаю, сколько там батарейных, конечно. Но, по моему, мотор, по моему, макур, оно бы отрубило, если было бы больше. Надо посчитать на текуляторе. Поехали. 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 Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и пишите в комментарии. Хочу тестить винтов. Я могу протестировать все винты. У меня есть специальный некий спец с пиквинтов. И я могу это сделать. Поэтому давайте наберем сколько-нибудь лайков. Но не знаю сколько у меня там было максимум. Хотя бы давайте начнем с 500. Пускай будет соточка лайков и я протестирую все эти винты. Ну и подписывайтесь конечно же на канал. И до скорых встреч.